Здравствуйте, коллеги! Сегодня рады вас видеть на нашем новом вебинаре в рамках мероприятий МТТ Talks, посвященных автоматизации маркетинга. И сегодня у нас замечательный спикер Анастасия Егорькая из компании «Еспутник», наш постоянный партнер, наша любимая компания, которая регулярно выступает на наших мероприятиях. Мы ждем еще всех опаздывающих, они будут подключаться уже по ходу выступления. Тем, кто подписывался на запись мероприятия, мы обязательно всем предоставим. И тем, кто опоздает, ну, видимо, тогда тоже покажем запись мероприятия, вне зависимости от того, попадали ли они или не попадали. Хорошо, Анастасия, давайте начинать. Спасибо вам за заступление заранее, внимательно вас слушаем. Спасибо, Олег. Да, давайте, наверное, начнем потихоньку. На самом деле тема очень обширная, то есть 30-40 минут, это мы сейчас немножко так очень в торопях по всему этому пройдем, поэтому будем как можно меньше останавливаться на каких-то базовых вещах, постараемся как можно больше времени уделить таким более углубленным, погруженным. Если сразу обозначить цель и то, что, собственно, по итогу всей этой презентации, да, все это вебинара вы получите, то здесь речь будет идти нисколько о способах сегментации, да, то есть не о том, не совсем, по крайней мере, о том, как работать с базой, потому что это уже больше область аналитики, да, грамотное построение срезов, тестирование, проверка, да, верификация по качеству построенных сегментов и вообще, как бы, насколько они друг с другом бьются. У нас с вами сейчас тема больше про e-mail retention marketing, то есть если вы будете располагать всей вашей базой и заранее, например, да, ну или да, или нет, конечно, не всем настолько увезет, что есть аналитическое агентство, да, или аналитический отдел, который способен грамотно построить сегментацию, с которой вам предстоит работать. То есть что вам непосредственно делать, когда у вас есть некая дата, вам нужно ее просегментировать, прежде чем начать запускать в своей компании, то есть какие вообще методы в рамках инструментов по работе с e-mail, с директ-коммуникациями вообще существуют. Давайте въедем прям очень базово, что касается терминологии. Да, не уточнила сразу один момент, мы с вами как бы, чтобы, наверное, оживить, да, в каком-то смысле всю эту историю, мы с вами будем смотреть не просто сегментацию, как статические слепки, да, ваших групп потребителей, мы будем учитывать то, что нам всегда надо контролировать данную сегментацию в динамике. То есть таким образом мы вводим в своем понятии, в том числе Customer Journey Map, даже несмотря на то, что в текущем виде не, ну, очень малое количество CRM, да, очень малое количество e-mail сервисов представляет инструмент по визуализации Customer Journey Map, настоятельно вам, тем не менее, советую для того, чтобы грамотно вести свою e-mail стратегию, а также, когда вы будете прописывать свою e-mail стратегию, пользоваться данным инструментом. По крайней мере, способом представления и работы с данными. Еще раз, сегментация у нас получается с вами, это статический слепок, то есть вы построили группу, у вас группа есть, вы с этой группой работаете, да, это сегмент может быть там как под аналитику, так под отправку рассылок, сейчас чуть дальше мы про это поговорим. Customer Journey Map, это ваша карта, то есть если вы знаете, что у вас есть продукт, у вас есть некая точка входа, есть некая точка выхода, да, уже при покупке, то есть до чего надо довести вашего потребителя, какие узловые точки он должен пройти, для того, чтобы на выходе он был готов у вас купить. То есть таким образом вы должны простроить некое количество сегментов, в идеале их должно быть не больше, чем пять. Если слишком долгий путь по продукту, ну, есть, конечно, и сложные продукты, безусловно, мы с ней рассматриваем B2B, мы берем основное B2C все-таки. То есть в идеале это должно быть около пяти сегментов, да, ну, как по сайту не больше пяти страниц до совершения, там, до оформления заказа. То есть у вас должен быть сегмент на входе, и потом в дальнейшем у вас, как бы, вы отслеживаете миграцию, то есть как пользователь себя ведет, и в какие сегменты он попадает, как он проходит свой вот этот клиентский путь. Идем дальше. Что касается подходов к сегментации, тоже все-таки, наверное, лучше проговорить сразу очень бегло. Какие виды сегментов возможно обрабатывать? Само собой, это портретная сегментация. Географическую здесь, скорее, лучше, наверное, выделить отдельно, потому что гео сейчас способны сканировать платформы самостоятельно, то есть они способны определять точку, в которой происходит открытие, там, какой-то коммуникации вашей. Портретные здесь больше подразумеваются атрибуты, которые вы будете передавать из собственной базы в сервис рассылок. То есть там пол, возраст, ну, вот такие базовые какие-то параметры, там, цвет глаз, цвет волос, вес и прочее. В том числе, сюда могут входить предпочтения, но предпочтения, которые пользователь сам отметил в анкете, то есть это очень важно. Есть предпочтения поведенческие, а есть предпочтения, которые пользователь вроде как осознал сам. Но здесь всегда надо понимать расхождение. Если вам очень важно делать какие-то продуктовые рекомендации, то по-хорошему, конечно, вы должны собирать предпочтения и те, и те. То есть пользователь сам там должен отметить то, что он понимает, понимает, что ему хочется, или, по крайней мере, как он считает, и дополнительно в идеале собирать его поведение, чтобы понимать, что на самом деле пользователь хочет, потому что это совершенно не одно и то же, да, как этот типичный пример с глазированными сырками. Мы все в анкете заполняем, что мы любим ваниль, но покупаем со сгущенкой. И далее, историю покупок мы здесь с вами выделим в отдельную категорию, потому что на истории покупок строится отдельная дополнительная сегментация. Во-первых, по чеку, во-вторых, сегментация продуктовая. Но продуктовую сегментацию мы в данном случае рассматривать не будем. Эту тему отдельного вебинара. Что касается вообще обогащения всеми этими данными, о которых мы сейчас в верхнем уровне вы проговорили. Откуда их брать, да, в какой момент? Здесь, здесь очень важно сказать следующее. Еще на, вообще в идеале, на этапе проектирование продукта, когда на продукте есть хороший аналитик, который понимает, ну, который, во-первых, сначала строит все-таки маркетинговые сегменты, глобальные, то есть для понимания рынка. Потом они начинают накапливать данные для того, чтобы проверять, да, наше понимание рынка совпадает с тем, кто в итоге стал нашим клиентом, или все-таки у нас есть какие-то существенные расхождения. И, конечно, эти расхождения практически всегда бывают, поэтому в хороших компаниях существует достаточно обширный сбор клиентских данных, то есть они накапливают максимум, который только может потребоваться, и в том числе учитывают какие-то возможные перспективы изменения стратегии. Поэтому, если вы захотите, ну, если будет стоять такая задача, да, передавать определенный набор данных, да, то есть даже если вы будете делать интеграцию по API с вашим сервисом рассылок, вы должны будете аргументировать, да, какие данные вам надо передавать, потому что если вы будете заливать все данные, да, то это очень сильно нагрузит там серверы, и это может увеличить в некоторых случаях стоимость работы с продуктом, да. То есть вы должны определить заранее, какие данные вам будут нужны, какие данные вам, скорее всего, будут нужны, да, если ваша стратегия, которую вы пропишете, там придется поменять. И в вашей стратегии в идеале вы весь список атрибутов, какие вам надо будет передавать, вы должны их прямо писать. То есть вот все, начиная от имени и заканчивая тем, когда, в какой день пользователь в последний раз посещал какую-нибудь оффлайн-торговую точку, где-нибудь, не знаю, там, мутища в каких-то дней. То есть это все будет исходить из того, как вы построите свою собственную стратегию. Здесь надо понимать, что сегментация, то есть почему мы так заморачиваемся, с ней выделяем целую тему, да, потому что, казалось бы, очень многие устроят свои e-mail-коммуникации на каких-то базовых параметрах, которые они считают, что, ну, их проанализировать просто, это все понятно. Вот мы сделали рассылку для мальчиков, мы сделали рассылку для девочек, в конце концов у нас ходят там наши промо-оферы, письма, которые, хорошо бы, чтобы увидели все, да. Но на самом деле так не очень хорошо работает, потому что в любом случае сейчас персонализация очень много что решает, почему персонализация там как совсем точечная, так персонализация все-таки по сегментам, потому что если вы будете в платящей аудитории, высоко лояльной, коммуницировать одним способом, то в любом случае вам нужно будет коммуницировать с вашими подписчиками, которые еще не лояльны, например, которые совсем новую, ничего о вас не знают, вы будете с ними общаться другим способом, потому что сделать универсальный язык для общения ну как бы со всем миром нельзя. То есть это такая простая очевидная истина, но тем не менее очень часто мы видим обратное на практике. Поэтому работа с сегментами в данном случае имеет критическое значение, потому что максимизировать показатели в идеале важно по каждому сегменту. То есть если какой-то один сегмент вы видели, и он дает низкие конверсии, даже если это сегмент, который у вас будет возвратный, да, реактивационный, надо над ним будет думать отдельно, то есть может быть действительно изобретать какие-то хитрые способы их восстановить, может быть пересматривать в принципе там тонну хвост вашего бренда именно в данном случае по отношению к данной категории подписчиков. Поэтому здесь в итоге придется, если вы будете глубоко и грамотно работать с сегментами, не надо строить каких-то стандартных вещей, старайтесь придумывать и тестировать как можно больше. А тестировать, конечно, оптимальнее всего все-таки на узких сегментах, а не на всей большой группе пользователей, как минимум для того, чтобы ваш тест был релевантным. Движемся дальше, переходим сейчас уже к, наверное, чуть большей практике, хотя методология это не совсем тоже практика, это больше теоретический аспект, но, по крайней мере, мы сейчас с вами погрузимся в интерфейс продуктов и то, как это все выглядит, с чем предстоит, ну, там, с чем в итоге придется работать, если в это взглядать руками. Чаще всего, сейчас прошу прощения, подъеду чуть-чуть, чаще всего в продукте, какой бы он прекрасный ни был, потому что пересматривается очень много в том числе, сегментация выглядит вот таким списком. По крайней мере, она выглядит так в том разделе, который отвечает за настройку сегментов под отправки рассолю. То есть, само собой, никто не подразумевает, что в разделе сегментов, которые служат исключительно инструментом, у вас будут красивые аналитические сегменты, да, то есть это несколько разные вещи, они обычно разносятся по разным местам. Но, тем не менее, если у вас есть матрица, сейчас я вам, может быть, сразу попробую показать, как она выглядит. Вот, матрица сегментов, то есть, когда вы строите аналитику вашу, вы в идеале разбиваете всю вашу глобальную базу пользователей на вот такую матрицу, да, то есть у вас с одной стороны происходит как бы одна градация, да, категоризация, вот, и сверху вы там делите чаще всего все-таки на платящих и не платящих, ну, по крайней мере, там самый оптимальный стандарт работы все-таки такой, то есть вы смотрите, покупал или не покупал, или там покупал, например, но очень давно, и там вот по левую сторону, как мы здесь видим, да, в данном примере, у вас у нас с вами степень активности подписчика на продукте, да, то есть он либо активен, либо потерян, либо в зоне риска, ну, то здесь это уже там аналитики обычно строят, исходя из жизненного цикла, да, пользователя на продукте. То есть можно это делать, конечно, примерно, да, то есть, ну, если вы какие-то закономерности сами сможете отследить, да, по вашей базе, то вы можете приблизительно это разбить. Но, конечно, здесь чем точнее, тем лучше. Очень важно, чтобы когда вы это разбиваете, у вас сегменты все-таки визуально бились, и между ними была какая-то логика и прямая закономерность, так вы можете все-таки верифицировать, что матрицу вы поставили грамотно. Так вот, изначально вы ориентируетесь по матрице, то есть вы берете группу, которая там достаточно существенная, либо по своему размеру, потому что, например, там, вот если мы сейчас посмотрим, там, subscriber gun, да, вот единичка у нас, ну, как бы, понятно, что нам не надо с ним работать, это не самая интересная история, а вот даже тот несчастный, там, 41 подписчик, если он уже кастомер, то это все имеет смысл. И в итоге мы с вами эту матрицу переносим на вот эти вот, ну, как бы статические списки, когда мы их считаем, также мы там смотрим, чтобы у нас билось количество пользователей, то есть мы так проверяем, верифицируем, насколько грамотно вы все-таки построили сегмент, и не было ли у нас где-то ошибки. Вот, и по этому списку у вас идет потом непосредственная настройка компании. Так вот, почему, собственно, еще раз вернемся к тому же вопросу, почему мы заговорили с вами в том числе про Customer Journey Map. В любом сервисе рассылок вы будете видеть вот такие списки. Но так как списки это у вас все-таки слепок, поэтому очень сложно будет оценить, насколько хорошо прошла рассылка, и насколько хорошо она прошла не только с точки зрения аналитики самой рассылки, но и с точки зрения вашей контактной базы. Потому что у нас задача все-таки с вами продвинуть этих пользователей из сегментов менее активных или менее лояльных, более активных, более лояльных, и все-таки сделать их изне покупателей покупателями. Поэтому мы с вами всегда должны стараться ориентироваться на то, то, что происходит в динамике. Если у вас есть матрица вот такая, и если у вас, например, есть как раз этот Customer Journey Map, который, конечно, в любом случае придется строить в отдельных инструментах каких-то для самоконтроля, вы должны смотреть, как у вас происходит миграция из одного сегмента в другой. То есть по-хорошему где-то раз в неделю, раз в месяц, наверное, все-таки маловато, по крайней мере, на первых порах, до тех пор, пока вы еще не зафиксировали некую норму миграции, вы должны смотреть, насколько увеличивается ваш сегмент, насколько он уменьшается, и смотреть, насколько увеличивается ваш стратегический сегмент, который стоит в самом конце этой цепочки, то есть это самые платящие. Это высокие чеки, например, высокая частота покупок, и это, безусловно, лояльность. Вот это что касается методологии, да, и способов представления, в том числе, визуализации данных. Сейчас, если перейти к способам сегментации, ну, по крайней мере, к тому, до чего сейчас на самом деле технологии дошли, перечислим некие способы, да, как строить сегменты простые и как строить сегменты, ну, то есть как строить сегменты просто и как строить сегменты сложно, да, потому что, конечно, сложно здесь не с точки зрения руками, то есть на самом деле, наверное, это некий сейчас такой перевертыш получился, да, если мы все-таки сложная сегментация, это когда вам приходится работать с очень большим количеством атрибутов, делать это каждый раз вручную, да. И на самом деле сложная сегментация, которая в итоге является самой простой, самой удобной, это максимальная ее автоматизация, да, сейчас через нейросети, через искусственный интеллект, который сами, но только, к сожалению, пока, ну, в большей степени на поведенческих данных, да, это все умеет строить, потому что работать с портретом на аудитории, конечно, приходится ее всегда подкручивать вручную. Так вот, если без лирических отступлений, а то опять мысль, да, уходит куда-то очень интенсивно и далеко, вернемся к слайду. Здесь у вас показан ручной способ сегментации, то есть если в сервисе рассылок вы заходите в настройку сегмента, вы видите, вот, например, здесь у нас на примере с вами, да, скрин с продукта и искусственник как раз, то есть мы видим с вами каналы и некие глобальные подкатегории, да, сегментов. Потом, когда мы будем погружаться в каждый, мы уже будем видеть перечень полей, которые у нас с вами доступны. Есть стандартные поля, которые зашиты в систему, да, то есть в зависимости от того, насколько сложный у вас продукт, насколько сложный модуль вы выбираете, да, потому что есть и там интеграция с оффлайн-кассами, да, например, есть интеграция с CRM, есть интеграция с внешними источниками данных, об этом мы тоже сейчас по-виде чуть позже поговорим. Есть также возможность сегментации, например, по RFM, то есть на основе сегментов аналитики строить сегменты под отправку, то есть это, конечно, совсем такой удобный случай, и, к сожалению, не везде это доступно, вот, но это прям очень красивый вариант, когда вы в том числе можете выбрать сегмент, который вы увидели в аналитике непосредственно, то есть обычно как у нас все-таки сегменты под аналитику и сегменты под отправку рассылки, это совершенно разные срезы, потому что крутить мы эти модели можем и так, и так, да, и с одной и с другой точки зрения, но мы не можем, тем не менее, осуществлять отправки рассылок только по сегментам аналитики, потому что мы их должны осуществлять, исходя из предпочтений все-таки пользователей в первую очередь, но аналитику, само собой, исходя только из предпочтений способов смотреть совершенно нерелевантно, поэтому у нас должны быть разные сегменты, и у нас должна быть между ними в идеале взаимосвязь, что можно было трансформировать один сегмент и как бы масштабировать его на сегменты под отправку непосредственно, вот, поэтому, например, вот продукт там, на базе которого мы сейчас с вами все это рассматриваем, он там такую возможность позволяет, да, поэтому вот у вас RFM-сегменты под аналитику доступны даже там под отправку рассылок, вот, ну, там брошенные корзины еще, например, да, то есть какие-то события, которые у вас совершались на продукте, по ним в том числе можно будет сегментировать, это мы сейчас с вами дальше рассмотрим. Есть еще один способ сегментации, он более сложный, ну, его очень хорошо там понимают те, кто работает там с MSQL и с базами данных, этот способ называется работать с революционными таблицами, когда у вас большой объем данных, причем эти данные, ну, как, да, обычно, когда в любой сервис рассылок загружаешь какой-то список, у вас есть экселевская таблица, ну, сейчас очень прям примерно говорим, да, у вас есть e-mail, у вас есть поле имя, у вас есть там перечень атрибутов, но если вы хотите работать грамотно, да, и строить такую сложную сегментацию, в том числе по чекам пользователей, да, по всем суммарным его покупкам, например, если вы хотите не только подать последние покупки, если вы хотите учитывать, что вам нужен пользователь, который совершал 10 покупок за последние два года, то есть вам по-хорошему надо будет выгрузить каждую таблицу с его чеком, когда он совершал, что он купил, какой размер его чеков, это подразумевает, что вам придется выгружать ряд таблиц, да, то есть одна как раз чеки, вторая там товарные фиды непосредственно, потому что вам же надо будет еще из чека делать отсылку к свойствам товара, если вы хотите там еще более глубокую, да, сегментацию сделать, то есть в том числе посмотреть еще, сделать выборку по определенному бренду и по сумме покупок, например, то есть вам придется связать очень много таблиц между собой, вот способ связки вот этих таблиц, он как бы доступен отдельно, да, в основном это вот во внешних источниках типа PostGrabby Query, вот, то есть настройка происходит там, туда импортируются все из таблиц, загружаются, делается связка между различными идентификаторами, потом они ссылаются на эти таблицы, и мы таким образом простаиваем сегменты. Я надеюсь, то, что я сейчас сказала, было не слишком сложно, и в итоге все понятно. В конце концов, организаторы, если что делают записи, я думаю, можно будет пересмотреть, ну и в конце концов можно будет всегда задать вопросы уже, ну давайте, наверное, ближе к концу мы лучше это сделаем, потому что есть еще много что сказать. Вот, еще есть способ сегментации по накопленным событиям, то есть это очень удобно для всяких SaaS-продуктов, в котором, например, сложно, больно, дорого, нецелесообразно передавать сервис рассылок, сразу все там события, которые происходят у них в базе, они передают события по событиям, да, хорошо сейчас оговорилось, они передают события, и они передают в теле события, перечень атрибутов, которые потребуются для того, чтобы вести коммуникацию и в дальнейшем там производить сегментацию. То есть на сайте, например, у вас пользователь авторизованный, очень важно, да, либо авторизованный, либо хотя бы тот, который оставил вам свой e-mail и который вы так или иначе идентифицировали, то есть он у вас не как бы не обезличенный, да, этот пользователь у вас кликает по какой-нибудь там замечательной кнопке на сайте, например, добавить, там узнать о поступлении товара, да, вы это событие тут же пробрасываете и в теле события указываете. Пользователь такой, такую дату, кликнул по кнопке, кликнул там, хочет получить потом уведомление о поступлении вот такого конкретного товара. К этому товару у нас там чаще всего привязывается скидка для того, чтобы его вернуть, когда поступит товар на склад, мы ему хотим в письме отправить там некий промокод, да. Вот, это событие передается, записывается в систему и становится как бы, да, в режим ожидания, и как только, соответственно, у вас на складе появляется товар, вы передаете событие о том, что товар появился, и оно у вас запускает уже дальше этот триггер, у вас подставляется персонализация из тела события, и в том числе вот эти вот все атрибуты этого события, они также доступны для сегментации, то есть вы еще сможете потом как раз именно построить сегмент о том, какие пользователи появлялись эти события, при этом из этих событий сколько пользователей, например, захотело там узнать о поступлении товара бренда такого-то, да, вот, то есть можно будет также отдельно, да, не по всему массиву, в чем смысл, не весь массив данных, да, вы обрабатываете, а вы пробрасываете только информацию ту, которая вам строго понадобится в рамках вашей стратегии. Вот, это гораздо проще, например, сделать. Чем выгружать всю-всю-всю дату в сервис рассылок. Чуть-чуть помечтаем, да, искусственный интеллект, который сделан непосредственно для оценки поведения ваших пользователей на сайте. То есть сейчас, по крайней мере, ну, то есть это скорее, наверное, больше на стадии тестирования, да, все эти предикты, поведенческие модели, алгоритмы, они чаще всего разрабатываются под конкретный проект, то есть это уже такое больше на заказ истории, если мы хотим максимальную персонализацию, если мы, как бы, понимаем, что все-таки, наверное, ну, грамотно построенные математические модели определяют сегмент релевантный гораздо лучше, чем мы с вами, да, который можем посмотреть на некий, да, аналитический срез, решить, что давайте попробуем так, потом нет, давайте попробуем вот так, а здесь сейчас надо поменять, поменять, а тут вот у нас немножко поведение изменило, соответственно, нам надо там идти руками перестраивать нашу стратегию, да, корректировать. Нейросети все это делают самостоятельно, да, то есть они анализируют поведение там ваших пользователей на сайте, они понимают, как ваши подписчики себя ведут, соответственно, исходя из этого, они определяют ваших подписчиков в правильный для них сегмент и запускают по ним правильную коммуникацию. То есть это такая прекрасная история, когда ничего руками делать не надо, надо просто сидеть, наблюдать за аналитикой и там ставить задачу физическим специалистам, которые там занимаются этим математическими моделями, да, посмотреть, что-то проверить, что-то подкрутить для того, чтобы у нас там лучше, да, пошли продажи, если вдруг там начинают проседать продажи по какому-то сегменту. Вот, но здесь тогда вот мы отходим от работы ручной, что по-хорошему идеально, да, и чем дальше там у нас будет, ну, чем больше будет проходить времени, тем больше все-таки мы будем отходить от вот этого ручного труда и будем становиться, да, некими наблюдателями за аналитикой, ну, которая тем не менее понимает, что там происходит в начинке, как строятся эти математические модели, алгоритмы и прочее. Вот, то есть это мы сейчас, да, рассмотрели возможности автоматизации, сегментации, тем не менее движемся дальше и смотрим, как мы это можем использовать, да, то есть мы сейчас просто так или иначе топчемся, да, вокруг вот одного вот этого большого явления, но мы его раскладываем и так, и на такие возможности, и там на теоретический контекст, и на практику, и на там best practice в том числе, да, как это оптимально использовать. Итак, еще раз, то, что мы уже проговаривали, тем не менее немножко вернемся. Как мы можем использовать сегментацию? В первую очередь в сервисе рассылок сегментация используется для сегментации под рассылки масломасляные. То есть вот такими списками мы с вами строим этот список, и мы по каждому из списков запускаем рассылочную кампанию. Также сегменты еще раз используются для аналитики, то есть здесь существуют разные типы сегментов, и в идеале, конечно, если у вас будут хорошие, да, там аналитические отчеты непосредственно в рамках системы рассылок, то есть это будет достаточно быстро и удобно смотреть, чем более профессиональные эти отчеты будут, но, конечно, чаще всего выгружаются сырые данные и импортируются там в BigQuery или в BI или в какую-то еще вашу аналитическую систему, там, где у вас есть сложные отчеты, которые могут биться с данными по поведению на сайте с вашими внутренними, да, какими-то глубокими отчетами, ну, то есть такие вот объединенные срезы, потому что в любом случае мы с вами не ведем директ-коммуникацию ради нее самой, а нам надо смотреть совокупно, да, ситуацию по продукту или по магазину. Вот, но, тем не менее, сервис рассылок обычно сам предоставляет аналитические срезы по сегментам в рамках ход клика на коммуникацию, вот, например, в данном случае мы с вами рассматриваем сейчас RFM, ну, как бы M, это если вы будете подцеплять продажи, да, интегрировать и чтобы отслеживать с каких компаний, да, у вас какое количество транзакций было. Ну, вот, R и F, соответственно, да, частота вот этой вот реакции на коммуникацию. Пам-пам-пам-пам-пам. А, еще сегментацию также, соответственно, мы используем при подготовке непосредственно стратегии. То есть вот ту матрицу, которую мы с вами рассматривали чуть ранее, как бы после того, как мы ее посчитали, нам по-хорошему надо взять каждый сегмент, да, то есть на следующий этап стратегии. Мы с вами увидели, где какое количество пользователей, мы с вами оценили важность каждого сегмента в этой матрице, мы с вами начинаем описывать, да, что по подписчикам, которые только зарегистрировались, которые у нас с вами суперновые. Мы выделяем список параметров ключевых, да, по которым мы определяем этого подписчика как нового. Как раз мы фиксируем дату, с какого момента там, то есть до которого он еще новый, а после которого он уже не новый, да, например. И мы ставим, как бы, задачу, да, то есть что нам надо с этим подписчиком сделать, в какой сегмент его надо в следующем отправить, да, но не только в сегмент, в какое действие он должен совершить, ну, то есть какие по цели вашего бизнеса, да. И как раз вот, то есть это вот этот момент, как бы, да, интерпретации вашей матрицы в непосредственный список сегментов, которые будут уже в сервисе рассылок. То есть это вот такой промежуточный адрес, но это тоже можно назвать своего рода сегментацией, да, хоть он и, наверное, такой некий переходный этап, да. Ну, вот выглядит он вот так, по крайней мере, описывается при подготовке стратегий, да, для того, чтобы осталась какая-то история, чтобы, ну, как бы двигаться не случайно, да, там, инертно, вправо-влево-вперед-назад, это все-таки, чтобы у вас была какая-то осмысленная систематизация, да, и системный подход к работе с сегментами. А, еще очень важно проговорить про один вид, один из видов сегментации, который то... Сейчас, мысль ушла. Который строится у вас совершенно отдельно и который описывается в том числе в вашей стратегии отдельно. То есть он является совсем низкоуровневым, потому что это сегментация, на которую смотрят почтовые провайдеры. То есть как только вы запускаете вашу рассылку, там, по новым айпишникам, да, по, там, непрогретым, выделенным лично вашим, или у вас новый домен, вы должны обязательно прогреть вашу базу. Несмотря на то, что вы поделили на сегменты, которые вам нравятся, то есть там самые платящие, самые лояльные, неплатящие, под реактивацию, первично, пока вы будете греться, вы будете работать по сегментам, которые будут технически воспринимать почтовые провайдеры. То есть вы будете начинать там, как через всего это строится, да, берется 100% вашей базы, по которой вы будете отправлять рассылки, и начинается постепенный прогрев, потому что если вы шарахнет сразу большое количество писем по всей вашей базе, они уйдут в спам. Поэтому вы сначала берете 5% от вашей базы, желательно самые активные, которые там в первые дни у вас будут активно открывать письма, да, сначала отправляйте по первым 5%, потом добавляйте еще 5%, потом еще 5%, пока не дойдете где-нибудь до 40%, потом можете прибавлять по 8-10% там, и идти вот от самых вовлеченных в коммуникации, что важно, не просто в продукт, а именно в коммуникацию, потому что вам очень важно на первых днях начала рассылок, очень важны высокие показатели по открытиям, по кликам, и таким образом вы доводите базу до 100%, то есть это тоже модель сегмента, да, и это тоже очень важно учитывать на определенном этапе, по крайней мере, на старте, да, если мы также рассматриваем, например, вашу коммуникацию с точки зрения жизненных циклов, то на самом-самом начале вот эта модель сегментации будет максимально там важна и актуальна. Но здесь важно учитывать, если у вас не прогретый IP-адрес. Потому что если прогретый, можно так сильно не заморачиваться. Движемся дальше. Проговорим, да, по Customer Journey Map, еще разочек о том, что это, ну, даже не то, что это такое, я думаю, вы уже все поняли, что это такое, просто немножко углубимся сейчас, чтобы было понятно, как этим оптимально пользоваться. Еще раз, Customer Journey, это у вас вот точка входа, здесь она там, вон, хомпейдж, да, указан с левой стороны. Опять же, здесь на скрине у меня, как бы, Customer Journey, которым пользуются, там, при оценке UI, да, UX-интерфейс. Ну, чаще всего вообще, как бы, изначально, изначально максимально с ней работают для того, чтобы оценить, насколько удобен пользователь интерфейс и куда его этот интерфейс там уводит, да, в какие дебри ресурсы, насколько там у нас нормально пользователь способен доходить до оформления заказа, то есть удобен ли у нас каталог, не знаю, какие-то у нас там, все ли у нас хорошо на чекауте, да, потому что если мы видим по показателям, что у нас там очень высокий процент оттока с какой-то определенной страницы, значит, на этой странице что-то не так, и надо еще, ну, как бы, ну, менять ситуацию. Точно так же этот Customer Journey Map удобно использовать и при работе с сегментами, то есть у вас есть входной сегмент, там, один из самых крупных, там, новые, которые еще ничего не купили, и ваша задача провести их по этому пути и сделать наиболее платящими, да, наиболее лояльными. И там, где у вас будет либо высокий процент отписок в каком сегменте, либо если в этом сегменте просто накапливаются пользователи, и они с очень слабой динамикой переходят дальше, значит, надо по этому сегменту менять коммуникацию. То есть вот, как бы, таким, ну, достаточно простым способом можно, как бы, контролировать эффективность нашей работы не просто в откликах на рассылку, но в работе с базой, которая нам, на самом деле, гораздо важнее, чем просто аналитика по компании. Вот, если что, презентация вам тоже, я думаю, будет доступна, можно будет отдельно посмотреть, что там написано, потому что здесь немножко по-другому, более подробно, да, чтобы было понятно и не забыть ничего. Потому что рассказываем, мы сейчас, опять же, бегаем, презентация на полтора часа рассчитана. Здесь, 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 ну, здесь больше такие, наверное, напутствующие варианты, то есть смысл в том, чтобы оптимально определить, насколько сегменты, да, вот, которые мы строим, как бы, насколько они большие или маленькие, да, насколько глубоко у нас в своем построено сегментация, или все-таки она у нас в своем поверхности. То есть здесь, как бы, уже начинаются такие субъективные оценки относительно чего смотреть, потому что, если вы там не один, несчастный e-mail-маркетолог, которому надо и письма там загрузить, и триггеры запустить, и сегменты настроить, понятно, что вы там для того, чтобы не сойти с ума, вы не сможете работать больше, чем с 10 сегментами. То есть вам по-хорошему нужно несколько сотрудников, да, которые бы там контролировали эту историю, а в некоторых компаниях вообще есть там отдельные люди, которые только сегментацией занимаются и больше ничем. Это, конечно, прям идеальный вариант, но, понятно, идеальных ситуаций не часто встречается. Но, тем не менее, когда рано или поздно, да, то есть если мы будем профессионально подходить и внимательно, да, к проблеме сегментации, вообще к важности сегментации, рано или поздно мы все равно столкнемся с вопросом, как бы, много ли у нас сегментов или немного, много, много это сколько, сколько недостаточно, да, как нам это улучшить и вообще, как бы, как нам протестировать вот эти срезы сегмента, да, потому что, понятно, что самое простое, что можно придумать это платящее-неплатящее, лояльное-нелояльное, там, новые и старые, да, а как бы кто сказал, что это для нашего продукта будет оптимальная сегментация, да, то есть, ну, почему мы так решили? Может, нам на самом деле надо как раз по пользовательским предпочтениям, да, сегментировать или по пользовательским анкетам в итоге, или, может быть, вообще по поведению пользователей в оффлайне, а мы тут, извините, на онлайн опарываемся, да, то есть в итоге, в итоге, да, рано или поздно вот эта проблема встанет, и по-хорошему, если вы используете как бы сервис рассылок, который не, ну, особенно не уделяет внимания расширенному инструментарию сегментации, вы можете столкнуться, да, с рядом проблем, то есть перестроить вашу матрицу, да, это, например, одно, то есть аналитик просто поставит задачу, что пересмотреть там вот в таком срезе. Если вам придется в итоге поменять стратегию, то вы, конечно, в вашем сервисе рассылок вручную это все умрете перестраивать, особенно если сервис рассылок как раз вот располагает как бы только одной возможностью моделирования простым списком. Могут уйти месяцы для того, чтобы просто поменять все эти сегменты, перенастроить, да, а если потестировать, вам надо их еще в два раза больше будет создать, сделать ровно столько же, но с другим срезом, да, и проверить, насколько там бьется одно и насколько бьется другое. Вот, поэтому старайтесь на будущее просто выбирать сервисы рассылок, у которых есть, как бы сказать, модульная, да, возможность по сегментации. Я сейчас дальше объясню, что имеется в виду. Мы как раз вот к этому подходим, это я все подводочку такую, да, делаю, то есть инструменты работы с сегментами. Какие они бывают, то есть почему мы так вот назвали модульными, потому что они такие, знаете, как слоеный пирог, да, у нас сначала идет один уровень сегментации, потом на него накладывается второй, потом на него накладывается третий, если, ну там, четвертый, пятый, если у нас что-то нам надо будет поменять, какую-то модель, мы не меняем все, а мы меняем один из слоев, то есть у нас надстройки, часть надстройок остается, например, языковая, да, если у вас там глобальная какая-то компания, и у вас покрытие сразу по ряду стран. Вы, ну, как бы, если у вас будет в каждом сегменте учет языка, у вас, во-первых, сегментов будет 150, как минимум, да, в лучшем случае, а во-вторых, если вам надо будет в них что-то поменять, вам надо будет каждый из этих 150 менять, и потом еще, например, если вы будете сделать один новый, вам надо его будет добить еще там на 7, на 8 сегментов, исходя из языка, это, конечно, полное безумие, поэтому вот это вот такая слоеная, модульная надстройка сегментов, да, когда у вас один из модулей языковой, второй из модулей, там, под аналитику, да, слепок сегментов, который разбивает более, там, нижний уровень сегментации поведенческой под отправку на свои определенные подгруппы, исходя из стратегии покрытия. Опять же, я надеюсь, что все было понятно. Смотрим конкретно каждый модуль. Модуль одномерный. Как раз у вас вот это вот по атрибутам, то, что мы раньше показывали, да, ручной вот этот список, вы его начинаете строить, начинаете строить по категориям атрибутов, потом по атрибутам, вот у вас там получается, да, полдевочка, география ее, собственно, где она, да, что он добавляла в корзину, но не заказала, опять же, учитываем, да, что факт добавления в корзину как бы не должен конфликтовать с фактом совершения заказа, поэтому здесь там добавили в корзину, но подразумеваем, что заказ, соответственно, не оформлен, потому что иначе это уже будет покупка. Из какой категории там она добавила товары, да, какой был ее средний чек, то есть это вот у нас с вами одна такая нижнеуровневая модель, сегментация, да, модуль. Про списки мы с вами говорили, вот, пардон, многомерные как раз, как они суммируются, то есть вот этот момент, первый модуль, потом он у нас суммируется с категорией подписки. Тоже очень важный момент, потому что пользователи в итоге, да, когда они, либо если у вас есть лист подписки на сайте непосредственно, когда пользователь выбирает, я хочу получать вот эту вот категорию, все остальное не хочу, и плевать я хотела на вашу сегментацию. Пользователь сам знает, сам выбирает те типы обновлений, те категории рассылок, которые он хочет получать, вам их надо учитывать. Вы не будете вручную строить сегменты, правильно, о том, что вот по тем, кто там подписан на категорию ТВ, аудио, видео, вы отдельно по вашей модели будете строить еще там 150 сегментов по вовлечению, но в категорию аудио. Поэтому вот этот модуль у вас накладывается сверху основного, и у вас как бы уходит определенный ряд писем там, которые содержат, да, которые вы пометили как категорию для ТВ и аудио, то есть это отдельная теговая меточка, да, конкретного письма, и оно само уходит строго по тем, кто подписан на эту категорию, и не уходит по тем, кто не подписан. Соответственно, в аналитике, потом у каждой компании у вас тоже это будет видно, что изначально группа была такого размера. Мы исключили категории, которые не подписаны, и в итоге ушло по такому количеству пользователей. И это настраивается там один раз, грубо говоря, да, и вы его больше не трогаете, оно само перестраивает ваши нижнеуровневые сегменты. Еще одна надстройка как раз, то, что мы уже проговорили, языковая. То есть вы сразу, да, учитываете, на каком количестве языков у вас должна вестись коммуникация, и вы сверху плюс, да, там, независимо от того, какой сегмент вы построили, у вас письмо само уходит. На английском тем, кто входит в категорию, там, в группу языковую, английская версия, те, кто ходят на немецкое, те, кто ходят на французское, все, вы один раз настроили, у вас голова заодно про это не болит больше. Оно у вас, сегмент, как бы наложилось и масштабировался на всю базу контактов. Плюс еще дополнительный способ сегментации – это стратегия по вовлеченности. То есть здесь в чем смысл? Вот эта матрица как раз, которую мы с вами показывали в самом начале, которая очень мало у кого реализована, ее в итоге как раз реализовали в Е-спутнике. Ну, для меня, как и для бывшего маркетолога, это, конечно, была просто ханука, да, то есть до того, как я еще пришла там работать непосредственно в этот продукт. Мне это все приходилось делать в экселевской таблице руками. Мне пришлось назвать для этого помощника, который плакал, мучился, да, и перестраивал каждую неделю, там, обновлял, исходя из вот этой матрицы, отслеживал, что там происходит в сегментах и выставлял ограничения под отправки. То есть это модель, которая опять в очередной раз накладывается сверху вашей основной, и в ней указана частота, с которой каждый сегмент должен получать рассылки. То есть, соответственно, если у нас сегмент лояльный максимально, и он лояльный как бы не просто к продукту, но и лояльный к вашей коммуникации, то есть ему интересно получать ваши рассылки, он очень хорошо реагирует на всякие ваши предложения, на бонусы, на акции, там, на какие-то личные закрытые мероприятия, которые вы ему хотите отправлять. Он не отписывается, он готов, да, коммуницировать, ему нравится ваш бренд, ему как бы все устраивает. Поэтому, соответственно, вы здесь можете проставить сразу, да, чтобы у вас сегменты не множились, потому что когда сегментов много, очень легко перегрузить, потому что если один пользователь попадет сразу, и в триггер по брошенной корзине, и в триггер по спецпредложениям, потому что он входит в группу, там, тех, у кого высокий чек, и в триггеры тех, кто там ваш любимый лояльный клиент, ему придет какое-то приглашение там на закрытую распродажу. У одного вашего несчастного пользователя может быть там около пяти случайно, ну, десяти, конечно, это совсем уже таких сильных параектов. То есть может прийти очень большое количество писем, которым пользователь был не готов, просто вот потому что что-то случилось. Ведь не отследите. Вы увидите только то, что подписчик отпишется, ваш платящий, который, да, очень ценный. Вы пойдете смотреть, почему, и увидите, что был всплеск отправки рассылок определенный день. Так вот вот этот модуль стратегии, который накладывается еще сверху, да, там, следующим слоем, он поможет ограничить частоту коммуникации. То есть вы здесь вот будете задавать по определенным категориям рассылок частоту вот эту отправок, да, то есть чтобы по одному сегменту определенному, да, глобальному определенная категория ходила там с конкретной частотой, либо отправка происходила в определенный день, да, независимо от того, когда вы запустите свою рассылку. Она подождет, повисит, и она уйдет тогда, когда этот сегмент, вы укажете, что будет готов ее получить. О, у нас уже 45 минут с вами прошло. Мы подходим к концу, я успокуюсь с организаторов, я уже почти закончила. Плюс, да, дополнительная еще возможность сегментации – это подключение внешних источников. То есть все-таки сервис рассылок, он обычно способен оперировать линейными атрибутами, да, то есть в рамках одной таблицы. Если вы хотите подключить дополнительно там продуктовую, например, сегментацию, да, вернуть в эту всю историю, то есть вы отдельно подключаете там внешний источник данных, отдельно строите вот эти связки какие-то дополнительные, да, которым вам надо усилить свои сегменты. И вы делаете сегменты дополнительные, делаете надстройку в этих сегментах, ссылаясь на связку данных в определенных таблицах. Но здесь как бы может быть тяжеловато немножко сразу для понимания, в каких случаях это нужно. Обычно это как бы такое решение принимается исходя из задач. То есть если есть сложная специфическая задача, тогда становится понятно, да, что ее, например, там удобно решить тем, чтобы часть данных передавать таким способом, часть данных передавать таким способом. Поэтому как бы на простых кейсах это на самом деле не очень опишешь, но учитывайте, что такой момент тоже есть. То есть просто важно о нем знать, чтобы о нем вспомнить в определенный правильный момент времени. Еще есть возможность, как раз, раз мы подошли с вами к продуктовой рекомендации, сервисы по коммуникациям сейчас начинают как бы расширяться, становиться сервисами по персонализации, по работе с данными. И, соответственно, работа с данными в том числе как раз подразумевает вот эти предиктивные модели нейросети, когда и на сайте, и в ваших рассылках вы начинаете пользователю рекомендовать релевантные продукты на основе того, что он покупал, что он смотрел, как бы, что он смотрел особенно долго, особенно внимательно. То есть все эти вот нейросети, они строят как бы на основе поведения пользователя и других пользователей с похожим поведением, они предлагают конкретные товары. То есть с одной стороны это вроде как способ персонализации, а с другой стороны, конечно же, он подразумевает грамотную сегментацию, для того, чтобы предложить правильному человеку правильный товар в правильное время. То есть плюс существует дополнительная там сегментация именно по категориям продуктов. То есть когда вы способны строить ваши рекомендации, сами вручную настраивать правила в том, что на этой странице я хочу, чтобы у меня строилась модель там по такому принципу. То есть мне нужен какой-нибудь Next Best Offer, и исходя из этого я хочу, чтобы у меня вот такая модель отображалась на определенной странице, чтобы в нее там были обязательно включены там желаемые категории товаров, которые я хочу, да, независимо от того, как мне нейросеть скажет. Вот надо мне продать телевизоры, например, у меня на них высокая маржа, маржа, прошу прощения. Я хочу, чтобы они там были, но я точно не хочу, чтобы там были какие-нибудь батарейки, потому что ну как бы зачем, да, в рекомендательных моделях. И вот эта сегментация по продукту в данном случае, она дает возможность гибко исключать все вот эти вот вещи, желательные и нежелательные, перестраивать, да, тестировать, экспериментировать и отслеживать эффективность, да, после изменения вот этих продуктовых сегментов рекомендательных. Точно так же очень малое количество сервисов такое предоставляет. В основном все идут из коробки, да, как есть, грубо говоря. То есть вот перенастроить невозможно. Как оно идет, так оно идет. Поэтому вот это вот ручное вборачивание, да, через сегментацию своих каких-то пожеланий и наблюдения, оно очень дает большую помощь сейчас нам. Плюс еще, еще, почти последний, я обещаю. Вариант работы с сегментами – это как уровень беспокойства. Как раз то, о чем мы говорили, то есть это еще один из способов, но он более глобальный такой надстроечный. Все-таки он не подразумевает работу с категориями, он подразумевает суммарное накопленное количество писем, исходя из веса. То есть чтобы вы не перегрузили ваших подписчиков в определенном сегменте письмами, которые ему не нужны, вы задаете вес каждой категории письма. От нуля, например, транзакционное, да, то есть независимо от того, какие бы массовые рассылки пользователь не получил, если на формул заказ человек ему прислать в любом случае. Поэтому транзакционным, например, мы ставим вес в ноль, а какой-нибудь массовой там новостной рассылки типа дайджеста мы ставим предельный вес, да, то есть она у нас уходит только из случая, если пользователь не получал там в течение дня каких-нибудь более важных писем с более меньшим весом, да. То есть если мы видим, что у нас там идет перегруз, мы это письмо не отправляем. То есть если мы задали в сумме там, да, не больше набрать за день вес, удельный вес не больше пяти, то если у нас ушло письмо там с весом один и с весом три, и хочет уйти еще письмо с весом три, соответственно, оно уже не пролезает, мы его как бы либо не отправляем, либо переносим на отправку на следующий день. Тоже все делается автоматически. Ура! А мы с вами, вот так вот мы с вами закончили. Положились 50 минут. Организаторы, я прошу прощения, я немножко дольше получилась, но важно было это все проговорить. Все. Это было феерично. Это было исключительно подробно и полезно. Спасибо. Коллеги, есть ли какие-то вопросы к Анастасии по теме выступления? Пишите оперативно в чат, и мы на них ответим. Я думаю, если вдруг вопрос появится попозже, можно меня найти на Фейсбуке. Да, либо через нас... И задать вопрос там, да. Либо через нас мы оперативно тогда передадим как раз все вопросы. Я прям даже не знаю, если вопросов нет, либо понятно ничего, либо понятно все. Ну, я в принципе, я планировал тоже, думаю, сейчас так, но задаю вопросов, а тут такой поток информации, причем информация достаточно подробной. Подробной и, ну, сложной напрямую, так сказать, да, которую нужно переварить, подумать, прикинуть, как ее прикрутить к себе, потому что, ну, мы, например, много email-маркетинга используем. Это для нас один из главных инструментов. А тут много по работе с сегментами, и это нужно все оценить теперь и взвесить. И уже потом как раз... Ну, да, конечно, на себя протяну, да. Потому что у меня, тем более, с точки зрения теории, я так немножко это все приподняла. То есть оно не кейсовая история, когда можно сказать, а, вот это я беру. А здесь именно вот на подумать, потому что действительно максимально важно все-таки подумать. каждый проект, каждый продукт уникален. Я категорически против копирования best practice. Всегда можно покрутить, пораскинуть мозгами и придумать что-то идеальное свое, которое подойдет лично вам, и чаще всего, на самом деле, этого еще не было. Поэтому вот так. Так, хорошо. Вопросов, видимо, нету. Ну, будем ждать тогда их в переписке. Анастасия, спасибо за выступление. Вам спасибо, что позвали. Всем будем еще рады видеть вас 4 сентября у нас. Напоминаем, что 4 сентября у нас конференция МТТ Talks, которая про все инструменты и каналы автоматизации маркетинга. И будем рады видеть всех участников вебинара на нашей конференции, на всех последующих наших поддерживающих мероприятиях. Спасибо за ваше участие и до следующего мероприятия. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо.